Бог Авраам, Ицхака Якова, мы воздаём Тебя славу и честь, и мы благодарим Тебя за всё наш Бог. Мы молим во имя Ишоа, Господь, чтобы Ты благословил всех нас, и чтобы в действительности мы в своей жизни, мой Бог, стремились к тому, чтобы поступать верно и праведно, Господь, жить по Слову Твоему, избегать греха, Господь, бегать от греха, Господь. Мы просим Тебя во имя Ишоа, чтобы Ты помог нам, Господь, и даровал нам по милости Твоей силы, для того, чтобы противостоять всякому искушению, быть всегда победителем во всяком испытании, Господь и Бог мой, и чтобы с Тобой мы могли всегда дойти до конца. Благослови нас, Господь. И чтобы, когда мы в действительности говорим эти слова, «Каюсь, прости, Господь», чтобы эти были слова, они имели основание, Господь, того, что мы в действительности хотим изменения в своей жизни. Благослови нас, Господи, и помоги нам сегодня, также в последнем этом дне, больше понять, Господи, того, что Ты говорил через порога Твоего, Исаия. Мы просим Тебя об этом во имя Ишоа. Аминь. Я хочу, чтобы вы записали вначале определение, что такое торгум. Да, ну мы вчера говорили, я хочу, чтобы вы записали определение. Торгум, да. Готовы, да? Как и вчера я говорил, это интерпретация Библии. Ну, когда говорится Библией, подразумевается Танаха, да. Танаха, можете написать Танаха. Интерпретация Танаха. Дословно переводится слово торгум, как перевод. Таргум, это перевод или интерпретация Танаха. Танаха на армейский язык, с иврита на армейский язык. Традиция говорит, что первым, кто перевел Танах на армейский язык, был Ездра. Ну, мы знаем, что это период вавилонского пленения. Период после вавилонского пленения. И проблема была связана с тем, что многие действительности уже не могли говорить, тем более читать на иврите. Предполагается или считается по традиции, что первым, кто сделал такой перевод, был Ездра. Но считается, что перевод был сделан устным. И то позже был записан. И один из самых известных торгумов, который называется торгум Анкилоса. Который часто может встретиться где-то в литературе. Торгум Анкилоса. Да, Анкилоса. Первая буква О. Теперь мы вернемся к Исае 7.14. Там, где мы вчера остановились. И мы рассматривали термин, который звучит как знамение. И на иврите он звучит как от. 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 Две буквы. От. То есть использует это слово, когда говорится о знамениях, чудесах. Мы говорили подробно об этом, помните, да? Значит, еще несколько слов об этом термине. То есть все то, что мы вчера говорили, сводится к тому, что в действительности использование этого слова от, да? В данном отрывке писания в Исае 7.14 просто говорит о том, что рождение этого именно ребенка будет в каком-то смысле чудесным. То есть это необычное рождение ребенка. То есть вот это мы должны как бы вынести из этого. Понятно, да? То есть что это необычное будет рождение ребенка. Это будет рождение каким-то чудесным образом. Теперь один из самых также спорных вопросов, который связан с этим отрывком. Это вопрос, который относится к слову Дева. Дева, да. Это мы говорим о 7.14, да? Сидева в очреве примет и родит сына. Это тоже один из таких спорных вопросов. А? В чем спорность? Ну, обычно, допустим, мы, мессианские верующие, говорим о рождении Иисуса, Мессии. Каким образом? Что он был рожден от кого? От девы, да. Ну, то есть подразумевается что? Девственной. Не просто там молодая женщина, да? А подразумевается, что это была девственная женщина. Ну, девушка, да. Мы все рассматриваем еще 7.14. И этот вопрос, как всегда, оспаривается. Чаще всего. То есть больше всего как бы спора вокруг именно этого вопроса. Потому что существует традиционное мнение, иудейское, что такого, во-первых, не могло быть. Понимаете, да? И что Ишуа был зачат просто от какого-то бывшего мужчины. Ну, существует такое мнение. И вот очень много споров идет именно на основании вот этого стиха 7.14, который берется в основу того, что это было пророчество о рождении Мессии. Поэтому давайте просто немного рассмотрим этот вопрос. То есть использование слова здесь как дева, да, в русском варианте. То есть это наиболее спорный и такой горячо спорный вопрос, который является предметом самых больших споров. Значит, здесь используется слово «алма». Алма, да. Видите, звучит как слово «алма». Ал-ма. Ну, обозначает девственница. Значит, «алма» имеет значение как молодая женщина брачного возраста. Молодая женщина брачного возраста. Существует другое слово, которое звучит на иврите как «бетула». И принято как бы считать, что именно вот это слово «бетула» более подходит для описания девственницы. Но когда рассматривают эти два слова, как они используются в Писании, то выявляется очень интересная картина. Например, в Иоиле 1.8 и в Таразаконии 22.19 слово «бетула» используется для описания замужней женщины. «Иоиле 1.8 и в Таразаконии 22.19 слово «бетула» используется для описания замужней женщины. Иоиле 1.8 и в Таразаконии 22.19 Можем прочитать. Таразакония 22.19 и Иоиле 1.8 И наложат на него сто сиклей серебра пени и отдадут отцу от Таруковцы за то, что он пустил худую молву о девице израильской. Она же пусть останется его женою, и он не может развести с ней во всю жизнь свою. Иоиле 1.8 «Рыдай, как молодая жена, припоясавшись вретищем, а мужа юности своей» То есть вот в этих двух местах вот это слово используется именно слово «бетула». И здесь подразумевается, что это уже не девственница. Ну, речь идет не о девственнице, а уже о женщине. Понимаете, да? Значит, смотрите, существует два слова, говорящих, ну, в еврите, говорящих о девственнице. То есть алма, которая более конкретный перевод, как были значения, имеет молодая женщина брачного возраста. И бетула, которая как бы больше подходила бы именно для того, чтобы описать, что это, ну, девушка является девственницей, да? Ну, при рассмотрении, просто мы сейчас рассматриваем использование этих слов в Писании, выясняется, что в Писании эти слова используются по-другому. То есть бетула используется как описание замужней женщины, да, или девушке, ставшей уже женщиной. Понимаете, да? То есть не девственницей. Мое объяснение понятно или нет? Андрей. А? Ну, я сейчас объясняю просто. Для того, чтобы вы поняли, к чему я веду, я должен вам объяснить, да? Ну, почему, допустим. Или, допустим, вам нужно будет объяснить кому-то, чтобы вы знали, откуда, ну, как говорят, растут ноги, да? Потому что вам могут сказать, допустим, ну, здесь же не используется слово бетула, которое традиционно обозначает девственницу, а используется слово алма, которое просто говорит о молодой женщине брачного периода. Понимаете, да? И вы должны будете, ну, как бы для себя хотя бы знать, а при возможности объяснить. То есть, почему все-таки использование слова алма больше дает понимание того, что здесь идет речь о девственнице, а не используя именно слово бетула. То есть в самом писании слово бетула, когда оно используется, оно говорит о писании уже девушки, которая стала женщиной. А вот слово алма используется в таких местах писания, как песня песней Соломона, первая глава, второй стих. Давайте запишем вначале. Песня песней Соломона, первая глава, второй стих, шестая глава, восьмой стих, и в притчах тридцатой главе девятнадцатой стих. То есть есть и другие места из писания, но эти как бы приводятся основными. Здесь используется именно слово алма, и оно описывает девственницу. Именно что девушка, она является девственницей. Давайте посмотрим. Значит, песня песней Соломона. От благовония мастей Твоих имя Твое, как разлитое миро, поэтому девицы любят Тебя. Есть шестьдесят цариц и восемьдесят наложниц и девиц без числа. Пути орла на небе, пути змея на скале, пути корабля среди моря и пути мужчины к девице. То есть в этих местах из писания говорится о девственницах, понимаете, да? И используется именно слово алма. Также в родственных языках это такие языки, как арабский, сирийский и угорицкий. Слово алма угорицкий. Арабский, сирийский, угорицкий. Это родственные языки к еврейскому языку. В этих языках слово алма никогда не используется для обозначения замужней женщины. составляет. На самом деле, угорицкий. Что является еще очень важным? Вы знаете, да, есть септуагинта. Это что? Это перевод Танаха на греческий язык, который был сделан кем? С 72 раввинами. Поэтому он и называется иногда 72, да? Или перевод 70, говорят иногда так. И я вам уже говорил, что русское издание Библии было переведено с септуагинтами. То есть это не перевод мы имеем. И то, что касается Танаха, Танах был переведен на русский язык из септуагинта. А септуагинта была переведена 72 раввинами. И традиция говорит о том, что это было действительно как бы таким благоволением Божьим, потому что каждый из них сделал самостоятельный перевод. И когда они сверили перевод, он оказался одинаковым у всех. Ну, это так говорит устная традиция. То есть, что в этом подразумевается, что это было, ну, как богоявление в этом вопросе. Понимаете, да? Я не знаю, насколько это было правдой, но традиция говорит именно таким образом. Поэтому к септуагинте относятся достаточно очень как бы так серьезно в том отношении, что ее перевод был достаточно как бы такой хороший. Но на что я хочу обратить внимание. Что септуагинта переводит слово Alma как Parfenos. Это греческое слово. В септуагинте перевод слова Alma переводится на греческий как Parfenos. Парфенос. А в греческом языке слово Parfenos обозначает девственницей. Именно в прямом смысле того. Девственницей. Уже не просто девушка. Или молодая женщина. А именно девственница. Также есть свидетельство некоторых раввинов. Ну, то есть их размышления. По поводу этого отрывка из Писания. Ну, вот, например, один из раввинов. Его называют почитаемый Раби Насши. Рави Насши. Имя его. Вот его высказывание в отношении именно от отрывка Писания. Он говорит так. Вот Алма зачнет и родит сына и даст ему имя Эммануэль. Это значит, что Творец наш пребудет с нами. И это есть знак. Та, что зачнет, будет девой, никогда в жизни не познавшей мужчину. И над ней будет иметь власть Дух Святой. Хотите записать? Вот Алма зачнет и родит сына и даст ему имя Эммануэль. Это значит, что наш Творец, это значит, что Творец наш пребудет с нами. Это значит, что Творец наш пребудет с нами. И это есть знак. Та, что зачнет, будет девой. Никогда в жизни не познавшей мужчину. И над ней будет иметь власть Дух Святой. Ну, ваше мнение по поводу высказывания этого раввина. То есть, можно было бы сказать, что это не какой-то известный раввин, а какой-то известный христианский богослов, который четко выразил христианскую позицию в отношении зачатия и рождения Мессии и Иисуса. Значит, это все, что нам нужно было выяснить по поводу этого пророчества. Да? Не знаю. Валентин, ты можешь посмотреть? Он цитируется в микроот гедолот. Кто? Бог с нами. Ну, посмотришь, есть микроот гедолот. Ну, найдешь, потом скажешь нам. Хорошо? Мы пойдем дальше. Он здесь даже в определении, видите, дает даже объяснение слову Эммануил. Это значит, видите, что Творец наш пребудет с нами. Он дает определение слова. Мы знаем Эммануил. Сейчас мы будем рассматривать Исаию 52.13, 53.12. 52.13, 53.12. Ну, вся 53 глава. 52 глава, 13 стих. С 52 главы 13 стиха до конца 53 главы. Это пророчество называется, ну, как бы, центральным пророчеством о Мессии. Ну, наверняка вы могли обратить внимание, что в действительности это пророчество, да? Ну, особенно, как бы, всегда употребляется Исаия 53, да? Вот. Является, по сути, самым поразительным по своей точности, да? Ну, вот иногда я даже, допустим, прихожу, беседую с еврейскими людьми, например, я предлагаю им прочитать 53 главу, и задаю им вопрос, а о ком здесь написано? Как вы думаете, что отвечают неверующие люди? Они говорят, ну, здесь же об Иисусе написано, говорят, да. Я говорю, а вы знаете, что вот этот пророк, который написал вот эти слова, он жил за 750 лет до родения Иисуса. И они говорят, да не может быть такого. Ну, где же так вообще написано все точно, как с ним все произошло? Что-что? Будто он видел это. Ну да, то есть, в действительности, то есть, ну, мы в этом видим, да, уникальность пророчества в том, что оно, ну, описывает, как бы, вообще, ну, очень точно, да, поразительно точно те события, которые происходят с Ишуа, ну, в его служении и в его смерти, воскрешении и так далее. Ну, так это или нет? Да. И в то же самое время это пророчество является самым часто подвергаемым сомнению. Это тоже своего рода, ну, как бы, поразительный тот факт, что это самое часто оспариваемое порочество, ну, разными лицами, в первую очередь, иудеями. А вот. Чаще всего подвергающиеся сомнению по поводу того, что оно говорит вообще о Мессии и именно об Иисусе. Понимаете, да? В этом его определенная уникальность. Поэтому в действительности существуют разные мнения, связанные, ну, именно с этим пророчеством. И многие его толкуют, знаете, как им в голову придет, высказывая свое мнение. Ну, мы знаем, да, что одни говорят, что это относится вообще к народу Израилеву, другие говорят, что это вообще говорится об Исаии, что Исаия сам о себе говорит. Ну, мы четко понимаем, да, я надеюсь, что в действительности пророчество говорит не о народе Израиля, и пророчество не говорит о самом пророке Исаии. Мы вчера уже касались этого вопроса, когда рассматривали. Значит, стихи из 52 главы 13-15, они являются, как бы, знаете, вступлением ко всему этому пророчеству. 52 главы 13-15. Прочтем. Вот, раб мой будет благоуспешен, возвысится и вознесется и возвеличится. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен паче всякого человека лик его, и вид его паче сынов человеческих. Так многие народы приведет он в изумление. Цари закрут пред ним уста свои, ибо они увидят то, о чем не было говорено им, и узнают то, чего не слыхали. То есть, можно себе отметить, что вот эти стихи, этот отрывок является вступлением к самому пророчеству. Мы видим, что здесь говорится о некой личности, которую пророк называет Божьим слугой. И говорится о том, что в будущем этот Божий слуга будет возвышен и приветствуем. Интересно, что картина, описанная в этих стихах, она может быть сопоставлена с Исаи 42.1. Вот, отрок мой, которого я держу за руку, и избранный мой, которому благоволит душа моя, положу дух мой на него и возвестит народам суд. Продолжайте дальше. Не воззапеет и не возвысит голоса своего, и не даст услышать его на улицах. Трости над ломиной не переломит, и льна курящегося не угасит. Будет производить суд поистине. Не ослабеет и не изнеможет, доколе на земле не утвердит суда, и на закон его будут уповать острова. Да, достаточно. То есть мы знаем, что это тоже пророчество о Мессии. 42.1.4. Обратите внимание, в 14 стихе о чем говорится. 52 глава, 14 стих. Как многие изумлялись, смотря на тебя, столько был обезображен пачи всякого человека, лик его и вид его пачи сынов человеческих. О чем здесь говорится? Обезображен. То есть что этот слуга Божий пройдет через что? Через испытания, через казни, то есть через унижения различные, видите, да? И, то есть оскорбления. И в результате всего этого, да, в результате его страданий он будет вознесен. 53 глава, читаем, первых три стиха. Кто поверил слышанному от нас, и кому открылась мужца Господня? Ибо он зашел при ним, как отпрыск и как росток из сухой земли. Нет в нем ни вида, ни величия. И мы видели его, и не было в нем вида, который привлекал бы нас к нему. Он был презрен и умолен перед людьми, муж скорбей и изведавшей болезней. И мы отвращали от него лицо свое. Он был презираем, и мы ни во что не ставили его. Что можем сказать? Кого описывает здесь пророк? Не, ну давайте пока не будем сразу говорить. Просто вот, кого описывает. Ну, мы видим, что он описывает какую-то личность, там можно сказать человеку. Понятно, да, из этого отрывка, что он описывает человека, какую-то личность. И в целом, посмотрите, из этого описания народ как воспринимает эту личность? Правильно, Дима правильно сказал. Что-что? То есть его внешность никого не привлекает, в нем ничего нет такого особенного, чтобы, как бы, вроде бы всех привлекло, да, и в результате что? Народ принимает его или что? Нет, он принимает, призывает. То есть это означает, что его не принимает народ, да? Видите? И мы понимаем, что из предыдущих, да, трех стихов, которые мы прочитали, что говорилось о нем, как о мессии уже. И в это же самое время, уже когда Исаия продолжает они писать, говоря о том, что вот был дан рам, да, то есть мессия, и в результате народ его что? Не воспринимает, не принимает. Восьмой стих давайте почитаем. Отус и суда он был взят. Народ его кто изъяснит? Ибо он отторгнут от земли живых. За преступление народа моего претерпел казнь. Вот выражение мой народ обычно что обозначает? Да, совершенно верно. Обычно традиционно, да, в Писании обозначает Израиль. И если этот отрывок говорит об Израиле, да, ну, 53 глава говорит об Израиле, то тогда в восьмом стихе фраза «мой народ», она как бы теряет какой-то смысл вообще. Понимаете, да? Ну, если вся глава говорит, что это Израиль, ну, если, если, как обычно традиционно, ну, традиционные иудеи говорят о том, что 53 глава – это раб мой, это Израиль, что Бог говорит об Израиле, да, то смотрите в восьмом стихе, еще раз, да, давайте посмотрим восьмой стих, чтобы было понятно, о чем я говорю, да, еще раз восьмой стих. От уз и суда он был взят, но род его кто изъяснит, ибо он отторгнут от земли живых, за преступления народа моего претерпел казнь. То есть получается, что кто-то умирает, да, за народ Божий, да, то есть мы понимаем, что идет речь об Израиле, правильно? Потому что фраза «народ мой» она принадлежит к Израилю, то есть когда в Писании говорится «народ мой», то говорится об Израиле. И в результате, если здесь о слуге, о слуга является Израилем, то выражение «народ мой» как бы тогда не имеет никакого смысла, как бы, то есть это как-то уже выходит за рамки понимания. То есть как бы Израиль умирает за себя. Понимаете, да? То есть теряется какой-то смысл вообще в понимании тогда. То есть это как бы тогда четкое такое противоречие. Но здесь мы видим, что в действительности в 8 стихе говорится, что кто, допустим, если мы даже не знаем кто, да, ну мы с вами знаем кто, да, ну допустим, если мы не знаем кто, то мы понимаем, что кто-то умирает, да, страдает за народ мой, говорит Бог, то есть за Израиль. Но это точно, мы можем понять, что это не Израиль страдает за Израиль. Ну в плане народ не страдает за себя же. А кто-то страдает за народ. Сделаем перерыв и продолжим. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!